Тверь 23 июня посетил полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев. Вместе с губернатором Тверской области он присутствовал на открытии выставки творческого объединения «Русский мир» в Императорском дворце. Также они посетили региональный филиал фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». За визитом наблюдал и наш корреспондент Анастасия Савельева. Третьяковская галерея, выставочные центры Мюнхена и Ватикана, а теперь еще и Тверской императорский дворец. Именно благодаря объединению художников «Русский мир» областная картинная галерея встала в один ряд со звездной плеядой музеев. Это одно из самых, наверное, долгоживущих объединений таких творческих по нашим временам. Уже скоро четверть века будет, и регулярно они приезжают на Тверскую землю. И поэтому я очень рад, что сегодня и здесь они могут представить те работы, которые уже проехали, можно сказать, по всему миру. На выставке представлены 60 полотен, и особое место среди них занимают картины, написанные на Тверской земле, на академической даче под Вышним Волочком, а также в окрестностях Максатихи и Калязина. «Это люди, которые трудятся и продолжают это дело, которое начинали наши известные художники Левитан, Оске, Сорока, описывая наши просторы в Центральной России, Тверской области». Как отметил глава региона, через эти произведения подрастающее поколение будет изучать историю того, как жила, живет и будет жить российская земля. И для самих художников открытие данной выставки по-настоящему знаковое. «Тверь, вы знаете, это особое место между Петербургом и Москвой. В какой-то степени может быть колыбель русской живописи. Эти места, когда художник попадает на Тверскую землю, для него эта земля, можно сказать, в этом отношении священная». Также полномочный представитель президента Игорь Щеголев и губернатор Игорь Руденя ознакомились с работой областного филиала фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Они осмотрели кабинеты, предназначенные для работы социальных координаторов, реабилитации, а также зал групповой работы. «Основные вопросы, с которыми обращаются люди, это вопросы получения социальных гарантий, дополнительных различных выплат, выплат в том числе от Министерства обороны, много вопросов по оформлению документов, получению статуса ветерана боевых действий, есть необходимость получения юридических консультаций, обращаются по вопросам медицины, устройства в детский сад». С начала работы филиала поступило уже 302 обращения, и каждый из них находится на особом контроле у социальных координаторов, оперативная работа которых уже помогла решить часть вопросов. «Основные вопросы, с которыми обращаются люди,